Привет, на связи ТОП Репетиторы. Сегодняшний ролик, знаешь, является таким криком души. Я провел уже несколько занятий на нашем годовом курсе и понял, что у ребят есть один мощнейший затык. И он настолько страшный, настолько опасный, что он может серьезно повлиять на все баллы на ЕГЭ по общанию. Давай я расскажу подробнее. Но перед тем, как я расскажу тебе подробнее обо всем, ты давай лайк влепи. Прямо сейчас сердечко жмякни и подписочку оформи, потому что контент регулярный, контент полезный и контент качественный. Понятно, понятно. Поехали дальше. Короче, есть четыре магических слова. Четыре. Субъект, объект, субъективность и объективность. И когда я начинаю это рассказывать ученикам, у них просто начинает какой-то необратимый процесс взрыва, хаоса, паники. Что это за слова, как их понять. Поэтому сегодня я хочу в этом видео эти четыре слова тебе подробно объяснить. Потому что они встречаются во многих блоках ЕГЭ по обществознанию. И с этими словами нужно уметь работать. Без паники, без паники. Дорогие друзья, ну ничего страшного. Первое слово это субъект. В ЕГЭ по обществознанию субъект это тот, кто инициирует какой-либо процесс. Тот, от кого процесс исходит. В ЕГЭ по общаге субъекты встречаются в каждом блоке. Например, это субъект деятельности. Тот человек, от которого эта деятельность исходит. Тот, кто ее инициирует. Например, человек, который копает могилу. Вот сам могильщик это субъект деятельности. Или, например, ученый, который изучает какие-нибудь там бактерии или вирусы. Сам ученый является субъектом. Он пришел, он захотел изучать, он это делает. Более того, в блоке политика. Субъект политики. Политический лидер, ну например, Путин, является субъектом политики. Он инициирует политические процессы. Ну например, может издать новый закон. Издать указ, потребовать, чтобы какую-нибудь проверку провели. Тоже же можно это сделать. То есть давай первое слово обозначим и зафиксируем. Субъект. Тот, от кого исходит деятельность. Или тот вообще, кто инициирует какой-либо процесс. Есть субъект права. Субъект познания. Ну политику и деятельность мы и так уже сказали. Первое слово. Тогда возникает вопрос, а что такое объект? Объект же, это тот, на кого эта деятельность направлена. То есть если субъект это активная роль, то объект это роль пассивная. Человек, на которого, или не человек, кстати говоря, предмет, объект природы, на которого деятельность направлена. Ну например, объект познания. То, что познают. Познавать могут, не знаю, вот этот стул, там из чего он состоит, где он был сделан. Бывает объект деятельности. То есть то, на что направлено. Например, какой-нибудь скульптор обрабатывает гранит. Сам гранитный камень, который впоследствии станет красивой скульптурой, есть объект деятельности. Да приводя и так уже заезженный пример. Объект политики. Реформа Владимира Путина направлена на народ. Например, Путин подпишет указ о запрете курения. Объектом является народ, который теперь курить не имеет права. Чем воняет, сынок? Это кислород, братуха. Кислород? Замерь, что объект – это тот, кто всегда находится как бы в подчиненном положении. В пассивном. Тот, на кого направляют деятельность, хотя, может быть, он даже этого не хочет. Против курения, поэтому ты его рекламируешь. Хотя сам и рекламирую. Но я против. Я против. Я 20 лет сам курю. Я против курения. С субъектом и объектом более-менее разобрались. Но сразу важный дисклеймер. В каждом блоке есть субъект и объект. Субъекты и объекты конфликта. Субъекты и объекты в семейных отношениях. Это все фигурирует везде. Но тогда возникает еще один вопрос. А есть два других слова. Субъективность и объективность. Они как-то завязаны на слове субъект или объект? Или это вообще другие слова? Вот в этом и весь цимис. Субъективность. Это, если брать в контексте ЕГЭ, ну скажем так, мнение с учетом человеческого фактора. Вообще слово субъективность и объективность встречаются, наверное, в ЕГЭ только в блоке научное опознание и в блоке истины. А, ну еще в блоке права, да, там что право, там законы, бла-бла-бла, объективны. Или в блоке мораль, что она субъективна. Ну то есть есть какие-то перекрестные моменты. То есть, наверное, тем 6-7 в ЕГЭ, где эти слова нужно знать. Давай объясню простым языком. Субъективность – это элемент, зависимый от человеческого мнения. Зависимый от личностного восприятия. Сразу скажу, ваше мнение может не совпадать с моим. Это значит, что вы не правы. И ваше мнение нужно поменять на мое мнение, потому что я прав, а вы нет. В то же время объективность – это явление, которое от человека никак не зависит. Оно есть как данность. Объясню сразу на банальных примерах. Субъективность и объективность. Температурный режим в комнате. Допустим, что в этой комнате плюс 25. Это объективность. С этим нельзя поспорить. Здесь не играет никакой роли человеческое мнение. Все, замерили температуру, плюс 25 градусов. Но субъективностью будет то, что жарко здесь. Или холодно. Для кого-то плюс 25 – это комфортная температура. А для кого-то это слишком жарко. И он попросит открыть окно. Еще один пример. С моралью и правом. Мораль субъективна. То есть мораль трактуется, исходя из человеческого мнения. Ну, например, нужно ли уступать человеку мест в автобусе или нет. Это выбор каждого. Это личное мнение каждого человека. Хочет, не хочет, делает, не делает. В то же время право объективно. Есть четко прописанная строчка, с которой ни один человек не может спорить. Ну, типа, да, запрещено грабить людей. Это было очень большое разочарование. Все. Тут как бы нет никакой второй интерпретации, второй вольности. Грабеж запрещен законом. Как и убийство, как и разбой, как и насилие, как и пропаганда там каких-нибудь нехороших вещей. Это все запрещено законом. Понимаешь? Еще один пример. Наука. Наука претендует тоже на объективность. Что те исследования, которые она провела, те законы, которые она вывела, они однозначны для всех. Они работают для всех людей одинаково. И здесь нет личного мнения ученого. В то же время художественные произведения, они субъективны. То есть, как бы, человек по-своему их воспринимает. Человек берет там разные уроки морали. То есть, заметь, что субъективность и объективность по факту со словом субъект и объект не имеют ничего общего. И в этом, как бы, на самом деле нет никакой проблемы. Это нужно знать как отдельные четыре слова. Пиши обязательно в комментариях, был ли этот контент тебе полезен. Пиши в комментариях, разобрался ты с этими четырьмя магическими словами, которые в ЕГЭ встречаются повсеместно. И пиши обязательно в комментариях, что еще тебе разобрать в таком простом, понятном формате. Твой топ-репетитор.